В местах французских актеров, еще по-моему, до сих пор, они все настолько вот, ну, у них лица фактурные, настолько они друг от друга отличаются, и не... Хотя они красивы по словам, но они не соответствуют каким-то вот этим голливудским стандартам красоты, а слова совсем. Вы видите, Гельмандо, это спиченый яблоко, такой актер французский, Гельмандо, он весь морщинах, но вот эта мужская харизма, тем не менее, как будто это французское лицо, оно прям вот реально, он бы узнаваемо его, и никто под него поддержаться не мог. Я не хотел, знаешь, вот они добровольно бы ботоксом себе формировали бы морщины, другого возьми, там, не знаю, вот Герри Шара, вот этот вот, который в Мордовии сейчас живет у нас, вот в Депардье. Я слышал эту историю? Французский актер Депардье, когда его приезжали по налогам, сильно, он нормально зарабатывает, он свалил в Россию, получил российское гражданство, ему тогдашний президент Мордовии подарил картию. Неплохо, да, он прям известный, известно. Вот, соответственно, вот такая история. Поэтому мы сегодня разговариваем о сериалах и фильмах, вот, Наталья Ливанова спрашивает, привет, вы только пацанов сегодня будете обсуждать? Нет. Вы же Наталья знаете Еву, да, соответственно, если ты, ну, не стряхнешь ее с ноги, она будет говорить о том, о чем она хочет говорить, ну, и о том, о чем надо, да, соответственно, давайте переезжать к следующему сериалу. Ну, ладно. Ну, хорошо, давай, какой следующий? Ну, я бы хотел поговорить, ну, наверное, это сам, в другую сторону давайте качнем, посоветуем сразу, да, сериал, или что, или ты предлагаешь выбрать из тех, которые ты, например, «Ходячих мастерцов» ты хотел предложить, если мы это используем. Ну, так мы же накидывали несколько, что, в том числе ты предлагал. Да, я хотел закрыть это все новым сериалом, который вот недавно вышел, он российский, я о нем хотел бы рассказать, пойду его подключим, если что-то позже будет, прям, для анонса, вроде, действительно, о «Ходячих мастерцах» поговорим, потому что с этим сериалом у меня связаны, это, не знаю, теплые чувства, потому что я его так и не смог начать смотреть, не смотрел. Ты много посмотрел. Да, я сломался, я понял, что это абсолютно не мое, хотя я прекрасно осознаю всю, как бы, весь пас, который за ним тянется, и с уважением о том, что история, который его смотрит. Наверное, все там не просто так, поэтому, наверное, ты расскажешь. И сколько? Десять сезонов? Ой, тут огромное количество сезонов. Двенадцать сезонов, с десятого по двадцать вторым, короче, он до сих пор еще идет, да, я до конца? Или нет? Ты бы по двадцать вторым закрылся в двадцать втором, ну, то есть, соответственно, двенадцать сезонов прям, как бы, это... «Ходячих мастерцей» поняту зомби, ну, тут вообще-то... Нет. Нет? Нет. Нет, а кто? Казалось бы, это про зомби, но это не про зомби. «Ходячих мастерцей» — это люди, которые там выживают, потому что в условиях того, что нет государства, нет закона и есть зомби, то есть, там группировки между собой взаимодействуют и понимают, что «Ходячих мастерцей» — это они, и вопрос лишь, когда они умрут. А, да. И от чего себе повезет. Всем и одним способом, да? Да. Если повезет естественно или около естественной смерти, или не повезет. Вот так вот. Я думаю, что это в списке повезет, потому что это не самая жестокая и ужасная смерть, которую там показывали. Ну, вообще логично, да, потому что, если представить, что мы в 15 сезонах «Прозоргий», вряд ли там сегодня зомби, да, соответственно. Нет, там «Пол» смотрите, в сезонах зомби появляются чисто ради прикола, показать, что они все еще существуют. Это абсолютно не главная такая тропиночка сериала. А есть эти самые, как называют «Пол», ну, то есть, герой, который идет через весь сериал? Да. По-моему, он ушел. Ага. На десятом, одиннадцатом, все, не могу. Ну, тут я смотрела четыре, по-моему, или пять. Я дальше не осирила. Вот. То есть, там был главный герой Рик, это полицейский, который очнулся после комы. Угу. Вышел в город, был в город и просто был в шоке. Классический, кстати, заделанный любого формы про зомби. Да. Да. То есть, у него жена была, ребенок был, он пришел к себе домой, там нет никого. Угу. Кто-то ходит с страны такой. И вот он знакомится с новой реальностью, со временем находит свою семью. Оказывается, что его жена, он часто с его напарником. Вот жена, да? То есть, смотри, казалось бы, зомби главная проблема, а тут ни фига себе. Нет, вообще не зомби, вообще не зомби проблема. Там зомби были проблемы в первый сезон, возможно. То есть, в их лагерь, ты видишь, ты видишь, кто-то заходил и все. Так это про людей. То есть, про семейные ценности, про то, как там дети росли и рождались. Там в этом сериале родился ребенок. То есть, вот настолько. Как это получилось? История умалчивает именно? Почему люди выбрали рожать детей? Ну, так получилось. Ну, тем не менее, да. То есть, у нас получается, вот я в свое время, допустим, когда в библиотеку заходил, у меня там большая такая книжная полка была, и на ней, соответственно, стоял Джек Лондон. Это человек, который много и полезно писал, там, в 19 веке, это американский писатель, собственно, о том, как человек кристаллизуется при суровых условиях. То есть, он, допустим, по северу очень много писал. У них там два-то лихорадка была, и они, соответственно, там, в северных регионах Северной Америки это дело все добивали. Поэтому было холодно, кругом индейцы. Такие же вот старатели, как и ты, которые там добывают зал. И вот все эти взаимоотношения описывались, и, собственно, чем и кем становились люди вот в таких суровых условиях. То есть, у него, в принципе, главная тема была вот эта вот воля человеческая. Вот теперь, а какая разница заменить вот эту песню красного зомби? Да. Все, в принципе, тоже сам будет. Только это будет интереснее заходить на тех, кто привык смотреть фильмы про зомби, но, тем не менее, люди могут, как бы, погрузиться, подумать, остановиться. И вот же как этот пункт, а тут ему то, а этот пункт здесь. Да, да. То есть, там, если говорить про главного героя, это Трик. Но что-то из того, что он был хорошим полицейским, который не мог в зомби выстрелить, потому что, ну, это же был как бы человек, как я могу это сделать. А в конце этот вот эпизод, где вот был вопрос, могу ли я, он застрел своего напарника. А, еще хрящие, да, это из зубового или из зубового? Уже не совсем, вот не помню точно, там, они оба боролись за лидерство в группе своей. Они оба были самые сильные самцы, которые вот были выжаками. И этот напарник хотел обидеть главного героя, чтобы стать основным самцем. Тут еще и борьба за женщину была, или за ребенка, за семью, то есть, вот. Этот Трик выстрел мне в голову, он выстрел куда-то в грудь. И так и не узнали о том, что, если ты умираешь, и тебя не повреждает мозг, то есть, ты скоро станешь зомби. То есть, он пришел еще второй раз умер. Да, да, или это сделал его сын. 10, может быть, было. Карл, да. Который потом породил какое-то гигантское количество мемов. Мемов, да. А Карл Фуэрт, наверное, в 18-м, наверное, такое, что-то больше, да. Да, между прочим, это очень грустный мем. Ты знаешь историю этого мема? Да, конечно. В тот день, следующий год, умерла его мама, у Карла, и жена этого Рика. Погубьте, мем Карл, да, если вдруг пропустили, он достаточно давно, кстати, был, потому что с 10-го года, то где-то, наверное, в 18-м, в 18-м, соответственно, показывают все. Поэтому вот зомби, казалось бы, а нет, ни фига не зомби. На самом деле, вот действительно, вот для меня открытие было, я думаю, действительно, но смотря этот сериал, я думал, что уходящая из детей, это про вот ожившие трупы. Оказывается, нет, оказывается, груди, и все. У меня мама смотрела этот сериал, и я все думала, а зомби, бог, серьезно. Мама. Да, трэш. А потом, что Андрейс поняла, а-а-а, так вот почему, да, да. Хорошо, и что же тогда это раскопало? Друзья, мы напоминаем, что у нас сегодня утром сегодня ненавязчивое шоу, мы сегодня беседуем о всяких разных и несерьезных вещах, но, тем не менее, засовываем внутрь эту упаковку всякие разные вещи, о которых стоит, наверное, подумать. Сегодня мы беседуем о сериалах, о том, что сериалы, по сути, могут заменить сейчас современную литературу, потому что они тоже так же вот эти классические сюжеты показывают, но, тем не менее, подмечают их в такой антураж и в такое время, которое интересно современному зрителю смотреть. Вот поэтому почему-то «Очень странные дела» выпало. Сейчас объясню, дорогие друзья, как она выбрала «Очень странные дела». Когда Ева выбирала и готовила структуру, она выбирала, соответственно, сериалы, как ты сказала, что и там, и там про что? Фантастика и интересные штучки. Да, и интересные штучки. То есть она связь между «Очень странными делами», такой мистическим, подростковый сериал, и выходящими специалистами. А ты его смотрел? Я начинал. Смотрите, этот у меня не пошел. У нас, на самом деле, есть специально обычный человек, это наш старший дизайнер Герман, да, в двух аляциях. Вот он любит вот такое вот «Очень странные дела». Я когда на такие сериалы выпекаюсь, я ему сразу скидываю и говорю, «Это похоже твоё». Он очень любит, когда ничего не понятно, но очень интересно. Там всё понятно, и там очень красиво. Ну, понятно. Это, кстати, к вопросу. Вот тебе красиво, а людям, которые в то время жили, нистальдично. Да, да. Потому что они все бы поняли вот эту тему 80-х и 90-х, и, по-моему, этот украш, поведение персонажей, оно не уливает как бы мысли о детстве тех, которые сейчас уже росло. Поэтому, а тебе что красиво-то нет? Даже не родилась в то время. Вообще, в году 20-м у Яны Добрости выходил ролик о том, что почему нам нравятся генионовые вывески, мода 80-х. Мы испытываем ностальгии по временам, когда мы никогда не жили. Да. И это имеет даже какое-то название сервис. Да, между прочим, по этой причине это красиво. То есть, я там никогда не жила, но мне нравится, мне приятно. Мне так, вау, как прикольно. Кстати, смотрел тут и, по-моему, реально сейчас за какие-то мелкие копеечки купить рабочий аудиоплеер вот этот вот на кассете. Серьезно, залез на Авито. А их же много было произведений в России, соответственно, там реально рабочие персоналики. Кассио, Сони, с которыми я там обычных бабок стоил, платил за них, они реально продаются. Надо купить себе плеер, купить кассету, с пролоновой такой вот этой подрозочкой, и гонять, собственно, и наслаждаться. Это аутентичное такое. В общем, по-моему, в третьем сезоне показаны такие плееры. Вот, я про это и говорю. Вот это будет здорово, на самом деле. Ну и что, там обо что, там обо что? О людях? Так, о детях. О людях, конечно, да. То есть, там дети, они дружат, у них появляются тайны. И они с этими тайнами справляются. На самом деле, там нифига не тайны. Там целые монстры из параллельной вселенной. Там обсуждается теория, даже тема параллельная. Из параллельных миров. Штат Вкус, кстати. Да, у них есть девочка-подружка, которая умеет в эти порталы залезать. Ну, такая вся. Там поднимается опрос еще всяких экспериментов над людьми. То есть, там куча детей, которых вырастили почти в пробегах, как и в пацанах. И экспериментировали над ними. И вылезла девочка, которая вот могла всякое разное, лапками своими. Она ни одного монстра в этот портал обратно засунул. Очень много. И вот все это действует насчет дружбы, сплоченности. А девочка поздно... А взрослые что, не вовлечены? Не верят? Сначала они вовлечены. Потом не верят. Потом думают, что ну... Мало. Ну да. А потом они включаются. То есть, вообще первый сезон начался с того, что мальчик пропал. Один из компаний. И вот они его ищут. Находят эту девочку. Эта девочка вообще была незнакома с понятием дружба. Какое у меня имя. Я не знаю, что меня зовут. И вот они ее знакомят. Они с ним дружат. Находят Павла Уилла, который пропал в первом сезоне. Это все очень красиво снято. Вот. И они продолжают сталкиваться с трудностями. Потом все переходит, конечно, на такую тему, что уже взрослые больше разбираются. Дети так. Вспоминают всякие приколдания. Слушай, вот скажи мне, пожалуйста, о чем тебе говорится название Тимура и его команды, например? Книжка, которую мне нужно было прочитать в третьем классе. Читала? Читаянский дневник. Не писала? Нет. Не писала ни одного. Читаянский дневник. Просто то, что ты описываешь про очень странные дела, у меня почему-то не прямую как-то параллель, но тем не менее вызывает как раз Тимура и его команда. Это, ну, старая книжка. Она еще написана до войны, в Великотечестве, в 30-е годы. Соответственно, старый такой советский писатель. Аркадий Гайдар написал его. И вот то, что ты описываешь, очень похоже. Потому что есть некая социальная среда в поселке, ну, такую деревенскую типу, там живут ребята, и у них есть как бы споченная команда. А девчонка, она как бы дочка, по-моему, военного, у которого дача в этом поселке, она сама горожан из Москвы, приезжает и попадает вот в эту среду, и вот в эту устоявшуюся компанию мальчишек. И там всякое разное происходит. Потому что там и внешний враг есть у этих мальчишек, немножко не такой, как ты описываешь, не монстры, но тем не менее, как бы получается, вот об этих взаимоотношениях разных неров детей между собой и третьими еще, получается, им противостоять. То есть, по сути, вот мы берем, да, и как бы детям, современным подросткам показывает сериал очень страшные дела, не заставляем их... Странные. Странные дела. Не заставляем их смотреть, вот, или читать Тимура и его команда. Хотя это прекрасное произведение, я всем рекомендую, но тем не менее, просто реально современный ребенок, после того, как он прочитает о том, что ребята сделали деревянный какой-то семинафор, ну, имея в виду, что они дергались какие-то веревочки, какие-то деревяшки трещали, и это таким образом не подавали другому сигналу. Как современному подростку, который родился сразу с мобильным телефоном в руке, объяснить, зачем вот это нужно было какие-то банки там примять и подвешивать еще, чтобы кому это вообще надо, если ты сейчас на Алиэкспрессе раз и можешь заказать, что они с телефоном не хочешь пользоваться. Поэтому, да, вот очень странные дела, мне кажется. А еще там очень красиво нарисованы монстры. Ты посмотри, как они там прорисованы. Обязательно. Ну, хорошо, ладно. Там очень красивый монстр. Подождите, сейчас зайдем ему такое сапение в микрофон. Ну да, ну да. Красивый монстр. Да, так мы делать не будем. Друзья, я напоминаю, что слушайте умное радио в Сарове, потому что мы саровчане такие коренные, мы для Саровов вещаем. Соответственно, сегодня мы делаем такой ненавязчивый эфир, мы все время подбираем какую-нибудь тему, которая вроде бы несерьезная, но тем не менее упаковываем туда какие-то очень правильные вещи, такой философию, о которой вы самостоятельно сможете подумать. И сегодня у нас тема сериалы. Мы сегодня рассуждаем о том, что сериалы могут быть на самом деле гораздо сложнее, чем мы о них думаем. Они могут фактически изменить литературные произведения, которые нам продолжают пичкать несчастную в школьной программе. Пора бы уже как-то все актуализировать. Ну что, поговорим тогда про сериал, который я хотел бы, особенно говоря, отрекламировать и описать. Сериал сразу же 18+, и внезапно российский. Ну как внезапно? Это вот такая тенденция, которую я уже давно-давно заметил. Раньше мы же делали рубрику «Баловарня», у нас отдельная рубрика специально обученная была. И мы, соответственно, в этой рубрике рассказывали о разных сериалах. И я все чаще и чаще рассказывал о том, что надо же внезапно наши сделали хорошо. Надо же еще. И я понял в какой-то момент, что наши давно уже достаточно основатели, но в сериалах делают хорошо. И я, кстати, узнал почему. Почему? Есть же такой, Женя будет комедиан, который постоянно стебется над фильмами, на которые дает деньги фонд кино. И его как бы на одном из интервью спросили, «Почему? Слушай, ну что за прикол? Почему кино у нас по-прежнему трянь, а сериалы внезапно качественные?» Ну правильно, потому что есть фонд кино, который дает деньги на фильмы, и результат ему, в принципе, не важен. То есть потом не надо отчитаться, что ты там взял какое-то место или собрал какие-то деньги. Дали деньги, ну и, соответственно, а что? Если такого требования нет, дерьмо всякое снимают. А сериалы, они, как правило, снимаются для каналов. Плат. Он же антин-театр стоит. Конечно, конечно. Руководство этих каналов, оно вообще-то заинтересовано, чтобы люди платили деньги за их каналы. Поэтому оно стоит с палкой над этими вот творцами сзади, и творцы такие вот, прям не покладывая руку на ногу, пишут нормальные сериалы, актеры играют, и все прекрасно. Так вот, соответственно, вот у нас свежий для канала премьер, не реклама. Ну, как я говорила, прям сразу говорю, 18+. Совершенно свежий сериал. Он только-только вот начал выходить. Первый сезон, 9 серий. И его прям реально приятно посмотреть. Вот прям приятно все. Прекрасно все. То есть у нас есть там замечательный Максим Логашкин. Максим Логашкин тоже вот так давно появился, так сказать, в нашем небосклоне, да. То есть впервые его заметили, понятно, что он снимался раньше, впервые его заметили в сериале «Жуки» 16+. Он там играл замечательного рационера. Северского. И просто прямо вот тут попал в сердечко всех русских граждан, потому что он прекрасен чуть более чуть-чуть. Вот у него достаточно типажные такие вот роли все. Если он в типаж попал, потому что его в последние время много ставят уже, в типаж попал, то все прекрасно. Здесь, да, он в типаже находится, все отлично. То есть запростетская семья, дорогие друзья, попадает, обычный город, обычная семья там, муж, жена, ребенок там, брат какой-то этой жены там, ну вот обычная такая, да, квартира вот эта, ну не Хрущевка, ну вот Брежневка какая-то, вот этот ремонт, с коврами, как ты любишь, все прекрасно. Они попадают в ситуацию, когда им нужно вернуть очень-очень много денег одному очень-очень серьезному гражданину. Вы что делаете или что? Что? Какой еще может быть верхний? Снимают порно. Я не шучу. То есть задумка сериала именно такая. Для того, чтобы закрыть эти непоприятные обстоятельства, персонажи, значит, сериала «Нескучная жизнь» занимаются тем, что… Не лично. Да, не лично. Занимаются тем, что у них уже не скучно настало, поскольку просто они не лично, они снимают порно. То есть, соответственно, понятно, что они взлетают. Ну, представьте, да, люди, которые никогда этим не занимались, пытаются что-то такое сделать, о чем мы там прочитали, сделано отличноше, отличноше. Мы смеялись в голос, ждем еще там не менее шести раз за серию. В реале я давно уже такого не помню, чтобы мне было прямо слышно. Ну, чтобы я смеялся в голос. Очень хорошо сделано, очень хорошие персонажи, все актеры как бы уже засветились. Кучи сериалов, мы их знаем, они прекрасно. Написан отличный сценарий, отличные шутки, шутки, гэги, актеры и сети тоже. Когда там, извините меня, Серебряков, который, это, наверное, один из старых актеров, он в этот час вот балабился в феврозе. Все было как-то дерзко, не знаю, что они в феврозе. Когда он там в четвертый раз пугает людей, людей смерть, уже смешно становится. Ну, потому что, как бы, один раз пугнул, дальше надо, как бы, человека кровать. Он все угрожал самим. Он все, да, он все сильно. Один раз угрожал, второй раз, второй, три, уже четвертый раз угрожает. И все такое, значит, серьезные чувака есть, сокоречки. Ну, не серьезно, кто не вспоминает, насколько можно, что уже запишал убить. Все никак, да? Да. Вот. Вот этот вот персонаж отлично прописан. Появляется редко, потому что, редко прямо, вот эти, вот эти, вот, скалочки-то эти, не знаю, что они, все-таки, как-то, любите, что-то, пытается аспирец такой. Ну, здесь, наверное, смешно становится, конечно, никого не грозит. Так, и что имел в виду автор? Что он хотел сказать? А вот как раз вот здесь, опять же, то есть, люди, привлеченные в необычные обстоятельства и вынужденные что-то придумывать. То есть, вот эта классика, да, выход из зоны комфорта. Сейчас много же об этом говорят. То есть, люди, на самом-то деле, выходили из зоны комфорта. Ну, вот они работали на какой-то низкооплачиваемой обороте, и вдруг, пожалуйста, отстоятельство требует от того, что нужно вот приблигнуть в наши башки просто и, соответственно, сделать что-то такое, что принесет им много денег. И вот на что они, во-первых, готовы пройти, а, с другой стороны, как они готовы это делать, то есть, вот это самое главное, то есть, вот они, понятно, они решились, окей, мы снимаем порно, представляешься, обычно мужчины и женщины, как они решают эти задачи, которые внутри скрыты, и это, соответственно, вызывает интерес как у нас, у зрителей, так и у зрителей, соответственно, вот эту виртуальную порно, которую они создают, потому что их ролики реально взлетают. Но зато выясняется, что они там такую драматурги дают, такие сложные отношения между собой, что реально же, смотри, там, бог с ним не надо ничего делать, там, как бы, не в полового, вы вот этот оттураж, вот эту вот прелюдию сохраните, потому что не каждый раз прелюдия, просто вот вызывающая коммерческий смех, поэтому вот рекомендую посмотреть. Очень добрый сериал, кстати сказать. Ну, не, он, как ни странно, он добрый, но он смешной, добрый, вот просто люди в необычных обстоятельствах, решающие нестандартным способом свои проблемы. Значит, про людей вообще в целом. Чем человек отличается от животных? Тем, что мы умеем нестандартные задачи решать пристандартные. Ну, вот нам показывают, как мы умеем это делать. Так, в итоге чем закончилось? Пока не знаю, я сработаю себе. А, он еще не вышел полностью? Конечно, конечно, конечно. Ну, я не знаю, вышел он, наверное, все 9 серий вышло, пока я до кончеторка что-то нахожу. Угу. Получается, там дозировано, там нет. Нет. Нет, угрожает все еще. Угрожает, всю дорогу угрожает. Серье просто в небе адскими силозами, которые вот все время только угрожают. А так все прекрасно, вскрыты вот эти все современные тренды, тенденции, вот эти вот такие. Поэтому рекомендую. Называется не личная жизнь 18+, детей не подпускайте. Хотя, ничего такого. Ну, в современном деле, там нет ничего такого, что современного зрителя, вот так откровенно говоря. Там все заблюдено, все там аккуратненько. То есть там, на самом деле, мне кажется, обычный ребенок, который когда сидит у себя в комнате, и родители не видят, на всяких сайтах напоминается на более жесткие вещи, чем то, что показано в этом сериале. Ну вот, рекомендую. Рекомендую. Так, что? Да, мы пришли к тому, что все-таки смотреть сериал это круто. Во-первых, в них можно читать многие штуки. Можно поплакать. Можно порадоваться за героев. Да. Можно посмеяться. И пережить вместе с ними какие-то обстоятельства. Поэтому, друзья, как это, возьмите себе за правило все-таки обдумать про спортивную серию. Как обычно было, там, вы прочитали проведение на литературе, да? Он говорит, а вот теперь вот подумаем. Что такое сочинение, по сути? Это, собственно, ваши мысли. Обратная связь к той книге. Обратная связь к той книге. Вы прочитали, основные сочинения не писали. Вот вы здесь себе в головы пишете виртуальные сочинения на тему, что вы вынесли из какого-нибудь сериала, который недавно посмотрели. Зачем это надо делать? Затем, что у нас таким образом формируются дополнительные нейроны в голове. Они у нас здесь скоро формируются. Они тут думают, что в 21 год и все эти свидания выросли, что нет. На самом деле эти нейронные связи продолжают сформироваться и возросли, и дальше, чем больше мы задаем антрепас. Соответственно, мы живем больше. Лучше. Те люди, которые вы можете обратить внимание на научниках, на людей, которые мозгом в то время работают, или после того, как они оставили себе возможность заниматься каким-то интересным хобби, то они гораздо моложе выглядят своих сериал. Да, гораздо подлижнее и интереснее. Поэтому вот посмотрели сериал и тут же взяли такие себе в голове составили сочинения. Такое будет наша вам рекомендация. Вот. Мы приходим к тому, что, во-первых, смотреть сериал это круто, в том числе, что мы новый узнаем, но еще и не стареем. Мы еще и не стареем. Круто. Прекрасно, друзья, не стареете, смотрите сериалы. А вот когда мы переживаем за героев... Обожаю ее за это. То есть ты такой раз поговоришь, ну вроде все, из них все вышло. Ты нарочно делаешь вот эти беременные паузы, когда здесь, может быть, еще что-то. Нет. Все сказал, и отлично, ты разворачиваешься. У меня даже обратили внимание, друзья, у меня интонация обычно меняется, когда я отображу к концу этой передачи. Соответственно, разворачиваешься на микрофон, и все. И все. А кстати, говорит она. Что кстати-то? Что кстати-то? Когда мы переживаем за героев, наверное, какие-то нейрончики наверно умирают. Конечно. Нет, наоборот. Это баланс. Ну, если мне не изменить память, в 70-е годы французский, по-моему, ученые говорят, открыто, а на самом деле есть такое понятие, как вот мы же очень много подражаем и копируем. Это отвечают наши зеркальные нейроны. То есть, грубо говоря, вот я чай пью, а у тебя внутри выделяется всякое, как будто ты сама чай пьешь, если ты вдруг чай не пьешь. Поэтому у нас все наши социальные вещи, они завязаны вот на такое вот. Поэтому, сопереживая, подражая и отращивая точно какие-то зеркальные нейроны, как у персонажа, как у тяжелого обстоятельства, мы себя и готовим к тяжелым обстоятельствам, чтобы там не испытывать спресс, а поступать так, как правильно, потому что мы это уже освоили, нейроны сформировали, а если мы уже готовы, да, и поэтому, не дай бог, мы вот здесь попадем, пускай не такую, а похожую, у нас уже будет какой-то готовый план. То есть, у нас из плана случай, что у нас будет зимбопокалипсис? Ну, видишь, мы как рассуждали? Случай, что у нас будет сниматься в порно? Ну, кризисные ситуации, потому что я не раз рассказывал эту историю, у нас много-много лет назад, по-моему, в 89-м, 86-й год на городе Карабахи, это вдруг в Армении, в Армении была такая у нас республика, сейчас это отдельная страна, произошло землетрясение, у них столичный город был практически, и службы специальные добрались до него только там на третий день, вот на третий день там начался каннибализм, несмотря на то, что город еще не был разграблен, то есть, в принципе, не надо было убиться за еду, как кризис, апокалипсис, можно было как бы достать этот ресурс, люди уже начали убирать друг другу, вот к вопросу, поэтому, что угодно может произойти, а останемся ли мы в этих обстоятельствах, когда мы не сможем нервничать самодействие с другими, вот это вопрос, а как это сделать? Ну, собственно, продолжать смотреть, считать подобные вещи, тренироваться и готовиться, задумываться об этом, задумываться, потому что почему, посмотрите, кто так, наверное, потому что вот, или какой-нибудь так, наверное, правильно, и я такой вот, был. Хорошо. Отлично, это была передача, которая пока не имеет названия, но зато выходит каждый будний понедельник, не будний понедельник? И мы у нас уже был не будний понедельник в какой-то момент, вот, поэтому каждый понедельник выходит, заходите, пишите свои комментарии в группу Новорадио в нашу видеотрансляцию, будет вам счастье, а нам И, соответственно, радость от обратной связи. А сегодня всё? Да. А пока, Капасики. Занимающиеся оснащением учебных заведений требуется региональный представитель по городу Саров. Мы ищем ответственного, креативного, компетентного человека с опытом продаж в секторе B2B. Предоставляем работу в режиме домашнего офиса с достойной оплатой труда. Звоните 8 920 001 43 43. Оперативная полиграфия. 2 Аякса 9 55 55. Вы в поиске высокого дохода. Приглашаем в команду супермаркетов Евроспар. Ищем продавцов, поваров, пиццеристов, пекарей, кладовщиков и других специалистов. Полный соцпакет. Удобный график работы. Подробнее 8 800 500 ровно 2309. Рекламная служба умного радио 9 55 55. Мы любили танцевать. Субтитры создавал DimaTorzok